Итак, добрый день! Сегодня мы с вами продолжаем моделировать домик. Мы с вами сегодня будем делать план первого этажа, без оформления пока, без проемов, иначе видео получится слишком длинное по времени, смотреть его будет достаточно неудобно. Мы с вами сегодня создадим основные несущие, несущие стены, перегородки, колонны. Я упомяну то, что по предыдущему видео я забыл поставить еще одну дополнительную ось под нашу колонну, но об этом я скажу. Сразу же хочу сказать, что материалы наших стен могут отличаться. Я воспользовался одним из стандартных. Это стенка, несущая внешне, состоящая из 380 мм кирпича, это 3 слоя кирпича, утеплитель 120 мм и облицовочный кирпич. 120 мм, то есть 120, 120, 380. Сборка стен может отличаться, можно ее подбирать, исходя из региона, местности, исходя из теплотехнических расчетов, либо исходя из технического задания, которое вам дается. Внутренний несущий, это будет 380 мм кирпич, 3 слоя кирпича, в двух сторон будет песчаный раствор. Перегородки 120 мм. Сразу же хочу сказать, что есть различные виды укладки кирпичей. Я на этом сейчас зацикливаться не буду, мы с вами только учимся моделированию в программном комплексе. Потом я буду об этом говорить еще дополнительно. Итак, вспомним наш вариант, наш объект, который мы с вами моделируем. И сейчас буду выполнять его проектирование. В первую очередь, что мне необходимо? Я для создания различных элементов буду пользоваться различными слоями и также различными толщинами этих слоев. План этажа у нас с вами формируется, исходя из секущей плоскости. По густу у нас с вами секущий диапазон располагается на 1 треть от высоты этажа. Ну, то есть у нас буквально все будет резаться и все нам необходимо будет показать толстыми линиями. Ну, кроме окон и различных проемов. Но об этом будет немножко попозже. Давайте сейчас доделаю то, что я не успел в прошлое занятия и об этом забыл на самом деле. Мне добавил для моей колонны еще одну ось. Сейчас я измерю расстояние. 4, 4, 8. Я сказал то, что колонны геометрическим центром должны располагаться на пересечении между двух осей. Поставил одну, вторую не поставил. Вторую у меня расположится, она расположится в гостиной, как я уже говорил. И, соответственно, у меня немножко поменяется нумерация моих осей. И мне нужно будет это учитывать. Как производится переименовка и вообще как работать с слоями, я говорил в одном из предыдущих роликов. Итак, основной несущий элемент. Я сначала начну с внешнего контура моего здания, с основного контура моих несущих стен. Я захожу в свойства слоя, создаю новый слой. Новый слой вы можете переименовать его, как вам будет удобно, чтобы потом в дальнейшем его найти и сортировать. Можете назвать как несущий элемент, можете назвать его несущие стены. Я обычно называю как несущий. Либо сокращенный нес. Это нужно чисто для ваших вы могли определять. Можете назвать его 1, 2, 3, 4, 5. Без разницы. Цвет я выбираю из первой вкладки, из номера цвета. Потому что мне цвет нужно определять только в пространстве модели. И печать мне нужна, чтобы он выходил черно-белом виде. Поэтому я выбираю цвет из первой вкладки. Как выбирается цвет и что от чего зависит, я говорил в одном из предыдущих видео. Толщину слой 0,5. Все остальное у меня активно. Пока займусь несущим. Что я делаю теперь? Секундочку, прервусь. Посмотрю задание, чтобы ничего не забыть. И так буду выполнять построение только внешнего, сначала несущего контура. Грубо говоря, короба моего объекта. Я сделал слой несущественно активным. И как можно сделать? Можно проектировать сразу же при помощи полилинии. Полилинии это, по сути дела, замкнутые отрезки между собой. И они представляют единую контуру. Либо могу отдельными отрезками проектировать. Они будут каждый в отдельности представлены. Также сразу же давайте включим, чтобы у нас с вами в нашем проекте всегда была активная толщина наших линий. По умолчанию эта функция выключена. Называется она отображение скрытия веса линий. Располагается она в панели адаптации. Я говорил в одном из предыдущих видео. Три полосочки в правом нижнем углу. Адаптации. Дальше. Называется... Толщина линии. Активируем ее. И вот она у меня внизу появляется. Сразу же сделаю ее активной. Отображение веса линий будет осуществляться только при активной данной функции. Мы ее с вами будем выключать, когда будем расставлять вент-каналы по нашему сооружению. Чтобы нормально привязываться. Видно было по толщине линии. Итак, что я делаю теперь? Есть возможность с несколькими этапами моделирования. Либо я буду сейчас строить отрезки, все полностью по контуру, как я вижу по своему заданию, потом смещать. Либо я буду учиться пользоваться еще одной новой функцией, которая ускорит в дальнейшем ваше моделирование. Я на основных прямолинейных участках оставлю два отрезка. На самом деле сейчас у меня построение будет три, оставлю и два. Чтобы в дальнейшем соединить при помощи функции фаска. И покажу как она работает. Отрезок. Вижу контур. Опять же, вспоминаем наш объект. И буду проектировать. Любой длинный маленький участок, слой несущей стены, любой длинный, строю именно на оси. По поводу привязок в автокаде я рассказывал в предыдущем уроке, и их достаточно много. Я выбираю привязку по центру моего основного несущего элемента. Если сравнить это с Ревитом по осевой линии сердцевины. То есть у меня ось будет проходить по центру основного несущего. Все остальное можно распределить в необходимые направления. Этот отрезок я смещаю. Вспоминаем основной несущий слой у нас 380 мм. То есть по 190 я должен сместить вправо и влево его. 190 смещаю наружу и смещаю внутрь. Удаляю участок по центру. Мне он не нужен. Вот, чтобы у меня два участка получилось, и их длина 380 мм. Либо линейка, сейчас измерю, так будет проще. 380 мм. Что я делаю теперь? В реактивных привязках я выделю мои два отрезка. Сейчас, внимание. Нажму функцию копировать. И распределю их с привязкой по моей оси на основные прямолинейные вертикальные участки. Что я сделал еще раз? Выделяю только эти отрезки. Копировать. Функцию нажимаю просто один раз левой клавиши мыши. Нажимаю на ось на один раз левой клавиши мыши. Вот он у меня привязался. И вы видите, что он у меня привязался ровно по центру. Вот у меня курсор располагается ровно по центру между этими элементами. Теперь я разношу его по основным применениям участкам по моему проекту. Чтобы потом дальше, как в детской игрушке, соединить по точкам. Кунту. У нас фаска будет просто соединять эти отрезки. Сейчас поймите. Итак, что я делаю? Распределяю. Здесь у меня будет узлом объекта. Здесь у меня будет узлом объекта. По одному на прямую. Дальше. Здесь у меня будет узлом объекта. Здесь у меня будет узлом объекта. Все. Основные вертикальные расставил. Теперь делаю горизонтальные. То же самое. Один участок на оси. Функции сместить я могу нажать уже просто Enter, так как я 190 уже там вбивал. И смещаю вниз-вверх. Удаляю все, что у нас было по центру. Выделяете отрезки синей области выделения. Не путайте синюю и зеленую. Об их разнице я говорил в предыдущих уроках. Копировать. Привязываюсь по центру. И расставляю основные горизонтальные участки. Только внешний контур. Только внешний контур. Все. Обратите внимание. Снова сверяемся с нашим заданием. Оно вот здесь будет. Снова сверяемся с нашим заданием. Теперь воспользуемся функцией фаска. Зависит. Теперь воспользуемся функцией фаска, которая по умолчанию располагается в выпадающем нюшке сопряжения. В ранних версиях автокада там просто прямоугольник. Квадрат-прямоугольник. С отображенным либо закругленным участком, либо под углом. Сопряжение у нас закруглять будут элементы в определенной области. Соединять. То есть не по прямому, не по прямому углу. А функция фаска у нас соединяет их под прямым углом. И теперь что я делаю? Нажму функцию фаска, нажму на один отрезок и нажму на второй, который необходимо соединить. Понимаете, что я делаю? Еще раз. Фаска. Отрезок. Соединяем с отрезком. Главное не запутаться, какие отрезки соединяем. Чтобы ускорить этот процесс, каждый раз на фаску не нажимать, можно нажимать пробел. И соединяем. Пробел это последнее активное выполненное действие в автокаде. и поэтапно соединяем пробел, соединяем пробел, соединяем пробел. Соединяем, 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 соединяем. Сверевое задание. Угу. Посмотрим, что у нас должно получиться по итогу и что мы видим сейчас. Напоминает то, что я делаю только внешне сейчас контур. Внутренний тоже сегодня будем делать. Теперь что я делаю. Для простоты и ускорения выполнения действия. Я зайду сначала в свойство слоя, создам два новых слоя еще дополнительные. Для утеплителя и для облицовки. Захожу в свойство слоя. Создаю новый слой. Утеплитель. Утеплитель. Цвет для него подбираю другой. Настройки те же самые. 0,5 мм толстая линия. Следующая. Облицовка. Облицовка. Цвет опять же подбираю другой. Отлично то, что было уже задействовано по проекту, но чтобы было вам лучше видно. Я его розовый. Опять же 0,5 мм. Линия непрерывная. Континес. Все эти три слоя линия непрерывная. Континес. Пока слой никакой активный не выбираю. Дальше закрою свойства слоя. Просто нажав по свойствам слоя, либо нажав на крестик. Закрываю свойства слоя. Выделяю все линии моего основного несущего контура. Это просто ускорит вашу задачу. В принципе сейчас я должен был построить опять же контур 120 мм со смещенным от внешней моей границы. Но чтобы у меня получился еще один контур, ровно повторяющийся тот, что я сделал. Для утеплителя, а потом такой же самый для блюцовки. Давайте ускорим этот процесс. Выделяю все. Функции редактирования. Есть возможность соединить. За что она отвечает? Сейчас, на данный момент, это просто набор отрезков. Хоть я и соединял их через фаску, это отдельно взятые отрезки. И перемещая один, он просто будет по каждому примеру сместить. Без разницы, какое расстояние. У меня не перемещается весь контур. Но когда элементы у меня соединены в полилинию, сейчас давайте рядышком запроектирую полилинию. Вот она, полилиния. Смещая полилинию, смещается весь контур. Кто-то уже понял, в чем заключается основная хитрость. И так, что я делаю? Выделяю все. Нажимаю функцию соединить. Теперь я вижу то, что они представляют из себя два замкнутых контура. Две замкнутые полилинии. Для тех, кому необходимо их потом разобрать, есть функция с замечательным названием расчленить. Выделяю контур, нажимаю функцию расчленить. Выглядит как куб расчлененный на грани. И теперь снова это отрезки. Откачусь назад. Слишком много откатился. Теперь лучше заново все просто объединить. Ctrl-Z у нас с вами откат. Итак, что я делаю теперь? Я смещаю внешний контур. Сместить на 120 мм наружу. Слой я не менял. Просто смещаю его наружу. Измерю. У меня получается вот он. 120 раз. И дальше. 380. Вы скажете, а как мне превратить это в утеплитель? Я сначала выделяю получившийся внешний наш контур. И в выпадающей менюшке наших слоев выбираю слой утеплитель. Но на этом еще не завершили мы этап. Знаете почему? Нам потом нужно будет добавлять штриховку всех элементов. Да, можно в принципе этого не делать. Но для правильности выполнения лучше создать еще один дополнительный контур, чтобы штриховка у нас никуда не убежала в бесконечность. Штриховка задается в замкнутом контуре. Но если я выключу слой с несущими сейчас, у меня появится только один контур. По факту мне нужно сделать что? Мне нужно получившийся слой с моим утеплителем еще раз сместить на 120 мм назад, чтобы эти две линии наложились друг на друга. Покажу я выключением и включением данного слоя, что в итоге вы умеете. Отключаю. Вот особенно в углу это хорошо видно. Включаю. Отключаю. Включаю. То есть у меня два контура накладываются друг на друга. Опять же повторю, это делать не обязательно, но обычно просто могут быть проблемы со штриховкой, особенно если вы только учитесь моделировать. Поэтому два контура ничего страшного. А есть ли какая-то разница, в какой последовательности они накладываются друг на друга по цветам? Нет, у них абсолютно никакой разницы. Они у нас одинаковой толщины, и по факту вообще разницы мы с вами не увидим, когда будем выводить все это дело на печать. Выключу на всякий случай слой с несущими и покажу вот этот отдельный взятый контур. И вот у меня несущий. Вот выключил утеплитель. И можно увидеть, что они накладываются друг на друга. Облицовка. То же самое. Сместить. 120 мм. Смещая наружу мою облицовку. Ну, мой утеплитель. Получается пока еще. И перегоняю его в слой облицовка. Снова делаю сместить. 120 мм. Теперь уже внутрь. И тогда уже теперь и утеплитель, и облицовка будут накладываться друг на друга. То есть, давайте сейчас выключу по слоям. Выключу несущий. Выключу облицовку. Обратите внимание, что происходит. Выключу облицовку. Выключу несущий. То есть, у меня эти элементы в двух местах накладываются. Утеплитель накладывается контур на облицовку. Несущий накладывается на утеплитель. Это нормально. Вот таким вот образом. Теперь, что мы делаем с вами внутрь. Во-первых, внутрь у меня будет стоять на пересечении моих колонн. Ой, на пересечении моих осей будет располагаться колонна. Колонна геометрическим центром находится на пересечении двух осей. Я запроектирую просто квадратную колонну. Несущую железобетонную достаточно будет здесь 400 на 400. Ее нужно перепроверять или расчетом, либо исходя из технического задания, что хочет увидеть у вас заказчик. Мы только, опять же повторю, учимся проектированию, поэтому я поставил просто колонну 400 на 400. С колонны все просто. Внутренние несущие. Чтобы упростить себе задачу, я выключу пока. Опять же, как я выключаю, я говорил все это по настройке с нашими слоями, но для тех, кто только подключился, можно слои выключать в лампочку, гасить в выпадающем менюшке. Они будут выключены для отображения только пространства модели. Либо, зайдя в свойство слоя, выключать лампочку на ненужных элементах. Опять же, вот видите, я лампочку погасил, у меня все пропало. Либо при помощи функции отключения выбранного слоя я могу выбирать собственноручно, какие слои мне необходимо выключить. Включить все слои есть также клавиша включения всех слоев. У меня был отдельный урок по работе со слоями и ссылку на него я оставил. Итак, что я проделаю? Внутри я помню то, что у меня будет несущая стенка разделять на гараж. Опять делаю контур. Опять смещаю на 190. Вправо, влево. Фаской на данный момент я не работаю, потому что если я буду соединять, у меня контуры обрежутся. Поэтому в данном случае мне проще всего будет соединить эти элементы, просто цепляясь за маркеры граничные. у меня неспроста, они пересекают мои несущие. Мы с вами познакомимся с еще одной функцией. Да, в дальнейшем мы с вами будем работать через функцию растянуть. Я покажу, как она работает. Просто чего усложнить. Мы только учимся проектировать. Мы и учимся проектированию, и выполняем конкретную задачу. Две задачи и победа. Потому что то же самое будем мы с вами раздвигать наши оси, двигать от нашего объекта, чтобы получилось все хорошо. Как вы видите, я могу их раздвигать, и у меня все будет нормально по проекту. Но я покажу, как функция эта работает. Итак, теперь мы научимся с вами работать с функцией обрезать. Для этого, чтобы нормально все запроектировать, я выключу слой с моими осями. Выделю все по проекту. Вообще все. Можно зеленый, если выделить. Нажму функцию обрезать. Выглядит она как ножницы подрезающие. В ранней версии там ярко выделены еще два пунктира. И просто общелкиваю, что мне необходимо вырезать из моего объекта. Так как у меня несущий состоит из одного и того же материала, мне не нужна разделяющая игра между ними. Вот таким вот образом. Включу все слои. По окончании выполнения работы поэтажные. На самом деле, лучше всего, чтобы потом не было косяка со штифовками, выделять все и нажать функцию соединить, чтобы все было отдельно взятое и замкнутые контуры. Перегородки. Захожу в свойства слоя. Создаю новый слой. Перегородки. Перегородки. Цвет использую. Любой отличный от того, что было задействовано ранее по проекту, чтобы не запутаться. Континния с линией 0,5. Слои делаю активным. Перегородки у нас всегда должны состоять из замкнутого контура. Грубо говоря, мы с вами будем видеть вот такой вот прямоугольник. Где бы мы на нее ни посмотрели, у нас все равно будет прямоугольник 120 мм. Удалю сейчас, смотрю по своему заданию. Расположить гадь перегородки лучше всего кратно 10 от угла нашего объекта либо от другой перегородки, которую вы уже знаете. Для простоты я на углу своего объекта, зная ориентировочно сейчас уже длину, построю 120 мм мою перегородку. Здесь, по-моему, она подобная встала. Сейчас проверю. Да. И теперь выделю только перегородку и функции перенести перенесу на необходимое идеальное мне расстояние внутри моего объекта. Предполагаю я, что, скорее всего, это будет где-то 4,5 метра. Но я не рассчитывал по своему проекту. Я просто показывал, как все это можно выполнить, как все это построить. Нам необходимо санузел играть. Можно было приложить линейку по техническому заданию и рассчитать. Либо вы знаете по своему заданию на каком расстоянии должна располагаться наша перегородка. Я ее откладываю. На расстоянии сначала у меня идет прихожая. На прихожей будет достаточно 2,5-3 метра. Пускай будет через 2,5-3 метра располагаться моя перегородка. Напоминаю, что дальше кратно 10. Колонна у меня здесь располагается. Буду ее немного редактировать. Пускай у меня пойдет вровень с моей колонной вторая перегородка. Сместить. 120 миллиметров. Теперь при помощи функции фаска соединию оба этих контура и замкну. Дальше мне необходимо строить следующий мой короб по моему объекту. Не забывайте все по завершению собирать в замкнутые контуры, чтобы у нас никаких проблем не возникло с штриховками. Таким образом, везде, где у нас перегородки по нашему дому, будут они расставляться. Вы собственноручно будете выбирать, как они будут выглядеть внутри. Сами будете рассчитывать. Принципиальный вид и этапы построения я показал. Дальше все зависит от вашего задания и от вашего проекта. В следующем нашем задании мы с вами будем в первую очередь ставить размеры необходимые. Мы с вами будем врезать окна двери по кирпичу. Мы поговорим вообще, как это делается. И как они будут располагаться. И также научимся работать с новыми функциями. Конкретно эту функцию растянуть. Постепенно будем и изучать, и выполнять конкретные задания. Мне всегда же интересно смотреть на примере. Если вам понравилось это видео, вы знаете, что делать. Всем спасибо.